Весеннее обострение. Так в Кремле отреагировали на публикации о возможных нефтяных санкциях США против России. Ранее об этом сообщила Wall Street Journal. По данным издания, Вашингтон обсуждает санкции против Москвы за обвал нефтяного рынка. Насколько это вероятно и что может стоять за такими сообщениями с подробностями Михаил Сафонов? Как заметила Эльвира Набиулина, мы уже несколько лет живем под разными санкциями. Прекрасно понимаем эти вызовы и учитываем их в рисковых сценариях. Но все эти шесть лет Запад вводил санкции на многое, но только не на наши углеводороды. И все понимали, что нельзя просто так выгнать Россию с рынка нефти, где мы занимаем примерно 10%. Но теперь ситуация другая. Развал сделки с ОПЕК, который инициировали, кстати, не мы, а саудиты, конечно, в моменте обрушил рынок. Но нефть точно так же упала бы и без этого. Из-за коронавирусной паники, закрытия границ и остановки производств спрос на топливо в мире падает, а предложение растет. То есть на рынке сейчас избыток нефти. В США останавливают добычу слонцевики. Это органическим образом будет повышать цены. Но такой вариант Вашингтон не устраивает. Поэтому и мог родиться сценарий с санкциями, предполагает ведущий аналитик фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Либо договориться с саудитами, чтобы они хотя бы не повышали объем производства. В идеале, конечно, для Соединенных Штатов, чтобы Россия и Саудовская Аравия опять договорились в рамках сделки ОПЕК+. Ограничили объем производства. Ну а договориться сейчас очень сложно для России и Саудовской Аравии. Поэтому один из вариантов, который рассматривается, давайте, мол, санкции против России ввезем. Они сократят добычу нефти. То есть, по крайней мере, российская нефть не выйдет на внешние рынки. Или это подплотнет цену вверх. Соответственно, американские проекты опять будут прибыльными, и все будет замечательно. Дональд Трамп сказал, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке, но не сказал, когда и как. У США есть три рычага влияния. Понижение ставки ФРС, когда доллар дешевеет и дорожает нефть. Закупки нефти и пополнение своих запасов, то есть стимулирование спроса. И санкции против нефтяных держав. Первый вариант уже задействовали. Не помогло. Запасы нефти в США и так высокими темпами растут с февраля. Остались только санкции. Американцы уже ввели их против всех, кого можно. То есть Ирана и Венесуэлы. Поэтому, если снова вводить, то либо против Саудовской Аравии, либо России. Источники Wall Street Journal сообщили, что на саудитов все-таки будет не санкционное, а дипломатическое давление. Но убрать с рынка российскую нефть даже в условиях переизбытка топлива сложно. Партнер и руководитель нефтегазовой практики КПМГ в России и СНГ Антон Усов в такой вариант не верит. У нас есть устоявшаяся логистика. Не только, соответственно, морская, но и трубопроводная поставок. Особенно это касается европейских стран, где мы даем до 40% потребления нефти, соответственно, в текущем режиме. И плюс у нас есть, соответственно, ответвление на Китай, где мы тоже поставляем трубопроводом. Соответственно, я думаю, что логистически заменить нашу нефть, даже несмотря на ее переизбыток в мире, на настоящий момент, с учетом транспортно-логистических составляющих, пока не представляется возможным. Даже если США введут санкции, то вряд ли это будет надолго. Коронавирус рано или поздно покинет политические умы. Экономика начнет восстанавливаться, потребность в топливе увеличится. Европе, конечно, можно запретить покупать российскую нефть, но даже ее ангельское терпение когда-нибудь не выдержит. Еще один наш крупнейший покупатель, Китай, вряд ли откажется от поставок. Но, скорее всего, для этого нам придется продавать китайцам нефть по самым бросовым ценам. Но представим, что США ввели нефтяные санкции и добились своего. Нефть подорожала. А что Вашингтону делать дальше? Если отменять, то придется признать, что Америка ошиблась, и Россия не обваливала мировой рынок. Сори. Или не признавать, но простить Москву. Оба варианта выглядят не очень. Хотя США обычно не слишком обращают внимание на такие мелочи. Россию могут наказать за дестабилизацию мирового рынка нефти. Администрация Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против нашей страны. Соединенные Штаты готовятся сказать свое веское слово в этой нефтяной войне. И выбрали метод кнута и пряника. Пряник предназначен Саудовской Аравии. А кнут, ну, понятно уже кому. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Козуров. Дорогая редакция. Дима, привет. Привет. При чем здесь мы, хочется спросить? Они что там все? Ну, во-первых, мы всегда при всем, уже судя по всему, с этим, наверное, надо смириться. С одной стороны, это приятно, да. С другой стороны, ну что же мы все время крайне. Наверное, приятного мало. Важный дисклеймер такой. Это новость, которую передают американские издания The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме в администрации президента США. Издание, вызывающее доверие, собственно, поэтому мы об этом и говорим. Но все-таки это пока такая неофициальная информация со ссылкой на неназванные источники. Но, в общем-то, похоже на правду. Почему? Потому что Америка не особо заинтересована в том, что сейчас творится на нефтяных рынках, когда нефть все падает и падает и падает. И вот уже сегодня мы получили прогнозы от некоторых аналитиков, которые говорят, что и 20 долларов за баррель, это то, что нас ждет в ближайшем будущем, и 5 долларов за баррель, а потом, может быть, еще и производителям, добытчикам нефти придется доплачивать. Да, Леонид Федун, один из совладельцев нефтяных компаний, сообщил, что 25, по сути, это для нас уже катастрофа. Ну, на этот счет есть разные. Есть разные. Я просто Федуна сейчас процитировал. Да, извини. Ну, мы не закопили во время высоких цен на нефть, все-таки деньги пока есть. Это главное. Что касается возможных санкций, тут ведь нужно откопиться на неделю назад, вспомнить, из-за чего, собственно, вся вот эта вот обвала цен на нефть начался. Все началось, когда распался фактически договор ОПЕК+. По сути, это договор в России с Саудовской Аравией. Двух крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия, такой неформальный лидер организации ОПЕК. Россия, несмотря на то, что мы тоже добываем, много в нее не входит, но, опять же, такой неформальный лидер независимых поставщиков. Последние три года этот конгломерат России и Саудовской Аравии и примкнувших к ним стран поддерживал относительно высокие цены на нефть, благодаря тому, что сокращал добычу. Чем меньше мы добываем и продаем, тем ниже цена, тем выше, наоборот, цена. А, соответственно, на фоне коронавируса прошло очередное заседание ОПЕК+, где хотели договориться, как действовать дальше. Договориться не получилось. Не то, что не получилось договориться о новых сокращениях, чего вообще-то все рынки ожидали, а даже продлить действующие соглашения не получилось. И после этого посыпался аттракцион неслыханной щедрости, когда в первую очередь Саудовская Аравия и другие страны объявили о том, что они будут увеличивать добычу, будут продавать свою нефть с огромными скидками. Также Саудовская Аравия, например, заявила, что она собирается продавать свою нефть в Европе, что вообще-то традиционно наш рынок, у них довольно небольшой процент поставок в Европу, это вот как бы наша такая полянка, но это было такое вот неприкрытое, по сути, объявление торговой войны России, когда Саудовская Аравия заявила, что хочет и собирается, и все возможности им для этого есть. Продавать нефть в Европе очень за дешево. Дим, я уже сравнивал это все с игрой, кто первый моргнет, тот и проиграл. И вот мне кажется, что существует какая-то упертость. Ведь на самом деле, насколько я понимаю, низкие цены на нефть невыгодны никому. Ну даже Саудитам невыгодно. И тем не менее, вот вся эта ситуация... А скажи мне, пожалуйста, вот эта договоренность, камень преткновения там в чем? Камень преткновения в том, что, с одной стороны, как ты правильно сказал, низкие цены не выгодны никому, а с другой сокращать добычу тоже никому особо не выгодно. И, например, для России в том сценарии, который пыталась продавить Саудовская Аравия, пришлось бы вдвое увеличить объем своих сокращений. А когда кто-то начинает предлагать на рынке меньше, появляется третья сторона, которая ни в каких сделках не участвует. В нашем случае это США и их склантовые компании, у которых довольно дорогая себестоимость добычи, потому что это немножко другая технология, но которые за счет того, что никаких ограничений у них нет, ни с кем они не договариваются, в последние годы наращивали свою долю присутствия на рынке. И сейчас перед нами встал вопрос, либо мы дальше их пускаем на этот рынок, либо как-то ставим какой-то заслон и начинаем продавать сами. Понятно, Дим. Потому что, да. Да, спасибо большое. Просто времени уже в эфире не остается. Дмитрий Козуров был у нас на прямой связи, специальный корреспондент Комсомольской правды. В общем, хотят наложить санкции. Теперь, оказывается, это мы дестабилизируем мировой рынок нефти, по словам американцев. Как сообщает Wall Street Journal, со ссылкой на источники администрации, Трамп рассматривает такую возможность в качестве одной из мер по стабилизации нефтяных котировок. Какие имена ограничений в отношении России, возможно, не сообщается. Но издание также пишет, что США готовят меры в отношении Саудовской Аравии. Вашингтон, используя дипломатическое давление, хочет заставить РИАД вернуться к предыдущим объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК+. На фоне событий, развивающихся в ситуации с нефтью, у некоторых инвесторов появились опасения, не потеряет ли Россия свою долю на рынке. Вот что думает об этом ведущий эксперт фонда нации энергобезопасности Станислав Митрохович. Как всегда, в ценовых войнах, в гонках на выживание вопрос открытый, кто раньше моргнет, и будет ли перемирие, или наоборот будет борьба за рынки до победного конца. Это не только, кстати, бывает на нефтяном рынке. Вспомним историю, когда Амазон играл в ценовые войны, скажем, и убивал всех своих конкурентов в области онлайн-торговли, а потом они все умерли, Амазон захватил долю на рынке. Вот что-то похоже у нас может быть в Саудовской Аравии, которая начала в ценовые войны, возможно, она хочет отыграть часть рынка России. Видите, она активно поставляет сейчас нефть, скажем, в Европу, куда раньше нефть она не поставляла, пытаясь выбить именно Россию, давая огромные скидки вплоть до 10,5 долларов за баррель. Предполагаю, в дальнейшем, что Россия не сможет выдержать эту конкуренцию, вынуждена будет отдать часть рынка европейцам, например. Другое дело, что Саудовская Аравия может не оправдать ожидания их собственных правителей, потому что в этой стране есть свои проблемы. Там бюджет перегружен социальными обязательствами, там не так много собственных технологий, мягко говоря, они очень зависят от американцев. Саудовская Аравия может совершенно и не получить долю новую на рынке, а доиграться тем, что только потерять то, что у них было. То же самое в частности касается и американцев. Вот эти все панические рассказы в американской прессе про судьбу русланской индустрии, они во многом обоснованы. И что дальше будет с американской долей на рынке, совершенно непонятно. Если у них будет банкротство и снижение производства на горизонте года или два, если нефтяная война затянется, конечно, они долю рынка потеряют. Возможно, американцы на каком-то этапе подумают о том, чтобы КПЕК плюс присоединиться. А раньше об этом и подумать было нельзя. Но если вот про нас говорить, да, вот именно в преломлении к нам, то вот от чего будет зависеть прежде всего наше положение на рынке, наша доля влияния, наша значимость, ну и так далее, и так далее. Я думаю, зависит от того, какую стратегию мы выберем, что дальше нам делать. Первое, так или иначе договариваться. Мы друг друга пугаем, я имею в виду Россия, Саудовская Аравия, Америка. Другие игроки говорим о том, что будем держаться до последнего, у нас есть ресурсы. Но тем не менее, одна из стратегий, это вот все-таки после пугалок договориться о новом сокращении, каком-то добыче. Мы можем договориться о том, чтобы сокращать не так много, как нам предлагалось Саудовская Аравия в начале марта 2020 года, договориться на какие-то более такие разумные, локальные сокращения. И тогда мы сохраним за собой, по крайней мере, часть рынка в том смысле, что мы уберем риск того, что нас, скажем, будут вытеснять за счет демпинга Саудита и другие игроки, скажем, из Европы. Второй вариант. Мы затягиваем пояса, сжимаем зубы, терпим вот эту боль в виде девальвации российской валюты. Тем не менее, ждем, пока наши конкуренты сходят с дистанции и занимаем их рынки. В таком случае, может быть, мы даже выйдем победителями в этой новой войне и даже больше получим место на рынке, чем было у нас раньше. Но это долгосрочная стратегия, очень болезненная. Станислав Митрохович, если уж в Варете против кого-то санкции в связи с ситуацией на сырьевых рынках, то точно не против России, считает старший аналитик БКС-премьер Сергей Суверов. Я думаю, что разговоры о санкциях все-таки во многом являются блефом. Дело в том, что Россия, когда выходила из сделки ОПЕК+, не нарушала международное право. И, в общем-то, не Россия была инициатором начала ценовой войны. Фактически, ценовую войну объявила СССР и ряд других арабских стран. Также напомню, что ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ОПЕК-плюс за сделку по ограничению добычи нефти и вообще выступал против картелей. Поэтому в данном случае то, что США намерены ввести санкции за разрыв сделки ОПЕК-плюс, является во многом непосредственной позицией. Но если все-таки эти санкции будут введены, то я не думаю, что они будут весьма существенными и смогут серьезно поверить на российскую экономику. Сергей Суверов, эксперт, также считает, что сложившаяся ситуация на нефтяном рынке и на руку Дональду Трампу в условиях внутриполитической предвыборной гонки.